Раскрыты подробности тайной работы полковника КГБ на МИ-6 Полиция и спецслужбы силовые структуры 15-12 21 февраля 2020 года Раскрыты подробности тайной работы полковника КГБ на МИ-6 Олег Гордеевский фото Деннис Кук, А.П. Бывший полковник 1-го главного управления КГБ СССР Олег Гордеевский, работавший на британскую разведывательную службу МИ-6 Бежавший в Великобританию в 1985 году, продал всю информацию, которая имел доступ Подробности его работы в интервью московскому комсомольцу раскрыла полковник службы внешней разведки СВР России в отставке Людмила Нуйкина, которая в паре с мужем Виталием долгие годы служила разведчиком-нелегалом и была раскрыта из-за предательства Гордеевским Гордеевский указал даже номер нашего московского телефона, наш адрес, рассказала Нуйкина По ее словам, Гордеевскому было необходимо оправдать свое существование за рубежом Вот он и продавал все и обо всех Потом стал еще фантазировать А что делать ему оставалось? Ему платили ведь за информацию Нет информации ты не нужен, объяснила она Нуйкина также сообщила, что в Великобритании бывший офицер КГБ до сих пор чего-то боится и регулярно меняет внешность, используя парики, наклеенные усы и бородку Глазки бегают Все время в напряжении, добавила разведчица, отметив, что между странами есть негласное соглашение об отказе от мести перебежчикам Гордеевский, родившийся в семье сотрудника НКВД, поступил на службу в КГБ в 1960-х годах Служил как в структурах комитета в Москве, так и работал за рубежом, в частности в Копенгогене и Лондоне По признанию офицера, он разочаровался в роли СССР в мире и своей работой в КГБ после подавления советскими властями протестов сторонников либерализации в Чехословакии в 1968 году Перемены во взглядах Гордеевского заметили датские спецслужбы, сообщившие об этом в МИ-6, сотрудники которой в 1974 году завербовали советского разведчика По данным из открытых источников, наиболее ценными действиями Гордеевского считаются усилия по предотвращению угрозы ядерного конфликта между США и СССР в 1983 году И прогноз о приходе к власти Михаила Горбачева задал год до того, как тот получил известность Кроме того, на основе переданных им сведений британское правительство выслало 31 агента советской внешней разведки После Бекства в Великобританию Гордеевский стал писать книги и выступать экспертом в МИДИО В 2007 году был посвящен королевой Елизаветой в Орден Святого Михаила и Святого Георгия за служение безопасности Соединенного Королевства Что происходит в России и в мире, объясняем на нашем YouTube-канале Подпишись! Продолжение следует... Продолжение следует...